В театре музыкальной комедии премьера оперета «Венская кровь». Жители города увидят ее практически первыми в России. Спектакль побывал только в Санкт-Петербурге. Екатеринбургская постановка будет максимально приближена к оригинальной. Для этого на сцене даже возвели крутящийся подиум. Вот только текст уральские драматурги адаптировали под русского зрителя сами. Так какая же на вкус «Венская кровь» выясняла Мария Новикова. Страсти, которые кипят на сцене под звуки нестареющего вальса Штрауса, чуть не заглушают музыку. Это бурлит «Венская кровь». Так называется новый спектакль мускомедии. Эта кровь явно не водится. У персонажей, жителей Вены, она словно шампанское ударяет в голову и заставляет творить безумство ради любви. И хотя артисты поют на русском, а перетта – немецкого производства, ее ставили вместе с сотрудниками Мюнхенского театра. Сама постановка, по сути, состоит из композиции Оганна Штрауса, к примеру, легендарного венского вальса. В этом тембе на сцене разворачивается уморительная комедия положений. Молодой и женатый граф пытается спрятать любовницу от жены и наоборот, и параллельно очаровывает прелестную манекенщицу. Спеца с таким ловеласом нелегко, признается исполнитель этой роли. Он осознает, что да, он мечтает, там есть такой текст, замечательный, я мечтаю быть порядочным, нежным, хорошим мужем. Ну, дай Бог, его мечты сбудутся. Прямо в зале зрители смогут совершить виртуальное путешествие в Вену. Декорации один в один срисованы с домов и площадей австрийской столицы. Уместить ее на одной сцене помогает вращающаяся платформа. Искусство это делает тяжелое, физически. Чтобы сдвинуть полутора тонную платформу с места, нужно усилие шести человек. Ну а чтобы рабочие сцены не выбивались из общей картины, специально для них шьются костюмы романтичных ангелочков. Распектакль копия германской постановки, по немецкому образцу сшитые костюмы. Мы не смогли найти точно таких же тканей, но мы постарались по цвету и по фактуре примерно похожие ткани подобрать. У главных персонажей все достаточно дорогие костюмы, и там много, и ткани там по две тысячи за метр. То есть всякие, они не дешевые совсем костюмы. А вот саму историю российским драматургам пришлось не просто перевести на родной язык, но даже переписать. Те проблемы Австро-Венгерской империи, остатков этой роскоши, диалекта австрийского и диалекта мюнхенского, наверное, не совсем понятны нашему зрителю. Если пытаться переносить эту историю, тогда получается нам нужно делать какую-то историю между Говором Ростова-на-Дону и Уральским Говором. Но у нас этой истории нет, у нас есть история взаимоотношений. Посмотреть ее будет интересно хотя бы потому, что это спектакль вековой выдержки. Премьера «Венской крови» состоялась на рубеже 19-го и 20-го столетий. Но первая постановка даже одного сезона не прожила. Видимо, показалась слишком уж фривольной. Как примет ее современная публика, узнаем уже завтра. Мария Новикова, Алексей Богданов, Антон Лимонов. Новости 41-го канала.